Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 20 июня и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Ну а я перед началом напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы, которые появляются, писать в комментариях. Итак, по паре евро-доллар. Вчера мы увидели обновление локальных минимумов, что подтверждает сохранение нисходящей тенденции на текущий момент. И следующие цели по снижению это область 1.1460. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1646. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По паре британский фунт, американский доллар, также сохраняется нисходящая тенденция. Следующие цели по снижению это область 1.3038. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3274. По паре американский доллар, канадский доллар продолжается тенденция восходящая. Цели роста это область сопротивления на уровне 1.3348. Ближайший разворотный уровень пока остается на минимальных значениях 19 июня, который был зафиксирован по цене 1.3158. По паре американский доллар, японская иена на текущий момент сохраняется тенденция нисходящая после обновления минимальных значений, которые мы видели 14 июня. И она пока продолжается. В том случае, если пара американский доллар, японская иена сможет закрепиться выше уровня 110.75, то в этом случае можем ожидать начала восходящей тенденции по данному активу. А пока торгуемся ниже, тенденция нисходящая остается в приоритете. Примерно такая же картина с парой австралийский доллар и американский доллар. Также тенденция сохраняется нисходящая. Следующие цели по снижению это уходит ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.7349. И движение дальше по направлению уже на 1.71. Ближайший разворотный уровень по данной формации пока оставляем на максимальных значениях 18 июня, который был зафиксирован по цене 1.7455. Пара еврофунт продолжает свое движение восходящее. Цели роста это движение в область сопротивления на уровне 88.35, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальном значении вчерашней торговой сессии, который был зафиксирован по цене 1.8752. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. Ну и напоминаю, что здесь еврофунт движется больше в боковике. Движемся сейчас от нижней границы к верхней. По золоту сохраняется тенденция нисходящая. Вчера также обновили локальные минимумы. Следующая цель по снижению – это область 1.257 долларов за трость к унцу. Первые предпосылки на начало восходящего движения. Здесь мы можем увидеть или начало коррекционного движения. Соответственно, в том случае, если цена сможет закрепиться выше уровня 1.284 доллара за трость к унцу, в этом случае мы можем ожидать начала коррекционного движения. Ну а так, пока общее направление сохраняется нисходящим по данному активу. По нефтемарке Brent также сохраняется тенденция нисходящая. Цель по снижению – это область 70.97. Сегодня торгуемся мы уже вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, в области 75.48. Если цена сегодня сможет закрепиться выше данного уровня, то можем ожидать начала возобновления роста. Ну и дальше уже более важный уровень, который находится в области 76.89, после преодоления которого мы можем ожидать возобновления роста уже и в среднесрочной перспективе. По индексу DAX на текущий момент тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется. В том случае, если индекс DAX сможет уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 12.592, то в этом случае можем ожидать начала нисходящего движения и в среднесрочной перспективе, то есть ожидать более затяжного снижения по индексу DAX. В среднесрочной перспективе тенденция восходящая сохраняется. Вот мы видим, что торгуемся в области поддержки, уровень, к которому подходили еще в конце мая. На текущий момент цели по нисходящему движению – это область 12.448. Ну и если мы дойдем до данного уровня, то будем ожидать более затяжной коррекции по данному активу. Ну и биткоин сегодня с утра торгуется ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера, что в рамках часового таймфрейма нас фактически приводит в фазу нисходящего движения. Ну и тот факт, что мы не смогли обновить максимальное значение, которое у нас было зафиксировано 12 июня. И по цене 6871 и движемся по направлению нисходящему. В том случае, если биткоин сможет уйти выше уровня максимальной значения 12 июня, то в этом случае будем ожидать возобновления роста и в среднесрочной перспективе. Но пока торгуемся ниже, тенденция нисходящая сохраняется. Ну и собственно сегодняшний уход ниже минимумов вторника дает подтверждение на то, что и в рамках часового таймфрейма тенденция нисходящая на текущий момент преобладает. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится видео, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал Admiral Markets, чтобы получать своевременные уведомления о новых видео, которые мы добавляем. Всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего торгового дня и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok